Добрый день, друзья! Сегодня мы совершим путешествие по страницам книги в удивительный и яркий мир художника, пистолярное наследие которого на сегодняшний день составляет более 700 писем, большинство из которых были написаны и в родном аппарату ТЭЛ, с которым он делился словами сокровенными мыслями и переживаниями. У меня готовы два новых этюда, рисунок к одному из которых я тебе уже высовала. Ферма, стоящая в стороне от главной дороги, окруженная полями спелой пшеницы, лук, покрытый желтыми лютиками, канава, где растут ирисы, с сочными, зелеными и пурпурными цветами, на заднем плане городок несколько серых ив и полоска голубого неба. Если лук не скосит, я напишу такой отец снова. Этот сюжет действительно прекрасен, хотя мне пришлось потрудиться, чтобы определиться с правильной композицией. Представь себе городок, окруженный желтыми полями и пурпурными цветами. Это настоящий японский сон. 19 сентября 1889 года. Сегодня я посылаю мой автопортрет. Тебе нужно будет смотреться в него на протяжении какого-то времени. Ты увидишь, надеясь, что лицо мое стало спокойнее, хотя взгляд еще более затуманен, чем раньше. У меня есть еще один автопортрет, который я пытался сделать, когда болен. Но я думаю, первый тебе понравится больше. Я старался делать его предельно простым. Считается, что за всю жизнь художника была продана всего одна работа. На самом деле это не так. Работы было продано гораздо больше. Просто до нашего времени сохранилось совсем немного документов, подтверждающие данные факты. Та единственная работа, о которой идет речь и с которой связано больше всего выдумок, называется «Красные виноградники варли». По официальной версии, Ван Гог погиб в результате самоубийства. Но согласно последним исследованиям, есть и основания полагать, что художник был смертельно ранен человеком или людьми, имена или имя которых он по каким-то причинам не хотел раскрывать. Давайте сопоставим слухи с фактом. Ван Гог, покинув в мае 1890 года Париж и переехав в Оверсюр-Юас, создал за три месяца до смерти 80 картин и 60 набросков. Эта творческая плодовитость и навела исследователей на мысль, что вряд ли живописец на пике своей творческой карьеры вдруг решил покончить с собой. К тому же незадолго до гибели Винсент сделал крупный заказ на краске. Криминалист Майя, к которому исследователи обратились с просьбой изучить данное дело, пришел к следующему заключению. Дуло рокового пистолета находилось на расстоянии 30-70 сантиметров от тела художника. И чтобы попасть себе в живот под таким углом, ему пришлось бы стрелять левой рукой. И вот еще что. В связи с тем, что в 1890 году использовался черный порох, он должен был оставить черный след на руке стрелявшего. Такого следа эксперты, обследовавшие тело покойного, не зафиксировали. Вчера и за день до этого я писал портрет мадемазель Гоше за пианино, который, надеюсь, ты вскоре увидишь. Платье розовое, стена на заднем плане зеленая с оранжевыми пятнами, ковер красный с зелеными пятнами, пианино темно-фиолетовое. Холст метр на 50 сантиметров. Я с наслаждением писал эту фигуру, хотя это было трудно. Доктор Гоше обещал, что уговорит дочь попозировать снова за небольшим органом. Я сделаю точно такой же для тебя. Я заметил, что это полотно отлично сочетается с пшеничным полем горизонтального формата. Одно из них вертикальное и розовое, другое – бледно-зеленое и желто-зеленое, которые являются дополнительными к розовому. 30 марта 1987 года на аукционе в Лондоне картина Ван Гога «Подсолнухе» была продана за рекордную для того времени сумму – 24 миллиона фунтов стерлингов. Говорить за нас должны наши полотна. Мы создали их, и они существуют. И это самое главное. Желаем вам приятного чтения. С любовью, Винсент. Субтитры создавал DimaTorzok